В истинном воскресе православные христиане сегодня празднуют Пасху. Ночью на главное богослужение из Иерусалима доставили благодатный огонь. Сегодня частицы его разлетаются по всей стране. Наш корреспондент Николай Захаров наблюдал за торжественной службой в Храме Христа Спасителя. К особому колокольному звону, с которого начинается пасхальная служба, Храм Христа Спасителя уже заполнен. Священники в белом облачении. Около 7 тысяч человек здесь и миллионы во всем мире отмечают главный храм. В языке дал название седьмому дню недели, воскресенье. Это, наверное, самый такой светлый, которого ждешь долго и ждешь, что что-то изменится и справится в жизни. Все будет хорошо. Единственная надежда, которая у людей осталась. В это время в главный храм страны везут частицу благодатного огня. Его доставили в Москву спецрейсом из Иерусалима, в аэропорту, в долгожданные торжественные встречи. От души радуемся тому, что в очередной раз благодатный огонь доставлен в наше родное Отечество, в Первокрестольный град, в Москву. И сейчас он разойдется по всей нашей православной России, во все концы, во все храмы и во все домы. От благодатного огня зажигают свечи. Еще немного и весь храм заполняется маленькими огоньками. Около полуночи торжественная процессия, под звон колоколов совершает троекратный крестный ход. А после доверующих доносят благую весть. Христос воскресе! Христос воскресе! В храме среди прихожан глава государства и председатель правительства. Патриарх обменивается с ними подарками. Потом обращается к Патриарху. В Патриархе председатель Русской Православной Церкви говорил о современной трактовке библейских слов о победе над смертью и злом вообще. Пасха Господня – праздник огромной духовной силы. Радостная весть о воскресении сметает на своем пути наши грехи и немощи, ошибки и упущения. Эта весть приходит в сердца торжеством о победе добра над злом, правды Божией над лукавством мира сего. Во время службы священники меняют белые одежды на красно-золотое облачение. Оно должно символизировать радость. А сам храм украшен венками из красных и желтых цветов. В Пасхе предшествовал 40-дневный пост, причем особенно строгим он был в Страстную Пятницу, когда вспоминали страдания распятого Христа, и в субботу. В эти дни верующим вообще не разрешал съесть. Кстати, пятница была еще единственным днем в году, когда в церквях молчали колокола. Но сейчас пост закончился, колокола звонят, а праздновать православные будут не только в воскресенье, но и в ближайшие 40 дней. После окончания службы прихожане расходились под колокольный звон, бережно неся в руках лампадки с частицей благодатного огня. Считается, что он принесет счастье. Домой принести, принести по дому, принести лучик света домой. Самые строгие ревнители веры будут поддерживать этот огонек целый год, до следующей Пасхи. А с воскресенья у православных начинается неделя, которая называется «Светлый», как и каждый из семи ее дней. Николай Захаров, Юлия Юмашева, Николай Петров и Владимир Фомин. Сегодня всех православных верующих с праздником поздравил Владимир Путин. Текст опубликован на сайте Кремля. В своем поздравлении президент говорит, что великий праздник Пасхи дарит миллионам верующих радость, надежду, приобщает их к духовным истокам и отеческим традициям. Путин также отметил роль русской православной церкви в возрождении нравственных и моральных ценностей. В Магадане сотни верующих минувшей ночью собрались во втором по величине Дальневосточном храме Свято-Троицком соборе. Там прошло праздничное богослужение, а затем крестный ход. И это несмотря на сильный мороз. В регионе было до минус 14. В Грозном главные торжества прошли в храме Михаила Архангела. В Чеченскую республику на Пасху приехали православные верующие и из других регионов Северного Кавказа. Всем паломникам предоставили бесплатный проезд, трехдневное проживание и питание. А на юго-востоке Украины не стихают артиллерийские залпы. Обстрелу сегодня подверглась больница в Донецке. Киевские силовики выпустили четыре снаряда. Один из них пробил крышу, но не взорвался. А утром во время пасхальной службы под минометный огонь попал храм в микрорайоне Азотный. За сутки, по данным командования ополченцев, перемирие нарушалось десятки раз. Наш специальный корреспондент Даниил Левин передает из Донецка. Раннее утро окраина Донецка, но вместо звона колоколов слышны разрывы снарядов и автоматная очередь. Вот там, в нескольких сотнях метров отсюда, находится Донецкий аэропорт. По-прежнему самая горячая точка на карте юго-востока Украины. Несмотря на это, прихожане спешат к началу пасхальной службы. В постоянно обстреливаемом районе осталось не более сотни человек. Практически все они, и пенсионеры, и школьники, пришли сегодня сюда. Страшно, но вместе с соседями в церкви спокойнее. Думаем, что хорошо будет, не будет нас тут убивать. И нам это просите? Да, я просила, чтобы не стреляли так, как стреляют. Святый Игнатьевский храм впервые за последние несколько месяцев открыл свои двери для прихожан. В январе с Дани обстреляли украинские солдаты. Взрывы были такой силы, что два купола отлетели на несколько десятков метров. Не осталось ни одного целого окна. На восстановление церкви к Пасхе были брошены все силы. Накануне участвовали в ремонте и пленные силовики. Попало в центральный барабан, мы уже его разобрали. Сделали черновую кладку, потому что были сквозные дыры, сдвинулись стены там сверху. Ну вот видите, тоже там попадание в воскресную школу. Второго этажа там нет, практически все там посыпалось. Из-за арт-обстрела в районе аэропорта торжественная служба, сокращенная по времени, назначена на 7 утра. Ради этого в Донецке отменен комендантский час. Священник, прочитав молитву, начинает крестный ход. После этого в храме прошла праздничная заутренняя, а затем отец Александр совершил один из главных пасхальных обрядов – освящение куличей. Господь, 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 праздником вас здоровья, мира, любви. Данил Левин, Елена Муравьева и Станислав Скрипник. НТВ. Донецк. Смотрите сегодня вечером в итоговой программе с Кириллом Позняковым. Украинский раскол. Что стоит за новым битком, беспардонной грызней за власть. Кто и зачем готовит страну ко всеобщей бандеризации. Эксклюзивное интервью. Как в сфере ЖКХ с коррупцией, в какую и какую ставку по ипотеке считают справедливой глава Минстроя Михаил Мень. Тревожный симптом. Почему зависимость от импорта в области лабораторных исследований угроза здоровью и кошельку? Кто уже пострадал? Лишеный иммунитета. За что депутата Пономарева в Госдуме считают предателем? О чем он сам читает лекции в Штатах и сколько берет за час? Итоговая программа в 7 вечера на НТВ. Срочные сообщения приходят в эти минуты из Хакасии. Там горят более 100 частных жилых домов в 20 поселках и городе Черногорске, который находится рядом со столицей республики Абаканом. Только что пришла информация о 15 пострадавших, двое в тяжелом состоянии. Всего огнем охвачены 5 районов Хакасии. Сообщения о пожарах в одном из них, в Ширинском, начали поступать около 9 утра. По вызовам поехали пожарные, спасатели и машины скорой помощи. Сейчас туда же направляется и пожарный поезд. Готовится к вылету авиации МЧС. Не исключено, что причиной такого массового возгорания мог стать поджог травы при ураганном ветре, более 20 метров в секунду и жаркой погоде. Сейчас нам по 30 тепла, пламя стало быстро распространяться. И вот что нам сообщили в региональном отделении МЧС. На территории республики Хакасия с бытовыми пожарами остается сложной. Это усугубляется действием сильного ветра до 25 метров в секунду. И на территории республики сошел уже снежный покров, возникает большое количество неконтролируемых палов растительности. Всего на территории республики в данный момент у нас есть информация, что пострадало 86 строений в 21 населенном пункте в 5 районах республики. В республике уже введен режим чрезвычайного положения, и мы следим за ситуацией в Хакасии. Российский военный корабль, выполняющий в Аденском заливе задачи по борьбе с пиратами, эвакуировал из Йемена в Джибути. Более 300 человек, среди них 45 россиян. Остальные иностранцы. В Адене сейчас происходят ожесточенные вооруженные столкновения. В городе на исходе запасы продовольствия. А между тем, коалиция во главе Саудовской Аравии наносит по этому району все более интенсивные авиаудары. По данным ООН, за время боевых действий в Йемене погибли около 550 человек. Более 1700 получили ранения. На саммите Америк в Панаме лидеры США и Кубы провели прямые переговоры. Первые более чем за полвека. Барак Обама назвал эту встречу исторической. Хотя собеседники всего лишь подтвердили желание нормализовать отношения между двумя странами и готовность обсуждать расхождение во взглядах. Как сказал Рауль Кастро, мы согласились с тем, что кое в чем не согласны друг с другом. Вопреки ожиданиям, Обама не объявил на форуме об исключении Кубы из списка стран-спонсоров терроризма. И американская эмбарго против Кубы все еще остается в силе. Для отмены экономических, финансовых и торговых ограничений необходимо решение Конгресса. А там не все поддерживают инициативы Обамы. Он сказал, поехали. Сегодня Международный день полета человека в космос. Интернациональным этот праздник стал только в 2011 году по решению ООН. А в России 12 апреля считается Днем космонавтики уже больше полувека. В Кремлевской стене, у которой похоронены конструктор Сергей Королев и космонавт Юрий Гагарин, сегодня утром вице-премьер Дмитрий Рогозин и руководители Роскосмоса возложили цветы. Почтить память пионеров космоса на Красной площади – это уже ежегодная традиция. Первопроходец космоса остается человеком, чья судьба волнует людей до сих пор. И сегодня это официальный повод вспомнить Юрия Гагарина. Так в Мурманске героический полет глазами русских и норвежцев покажут театры двух стран в совместном спектакле посвящения. В США космический симпозиум открывается так называемой Юрьевой ночью, а в Нью-Дели организовали фотовыставку, посвященную визиту космонавта в Индию. Тем временем в Москве шеф-повар космического питания раскрыл некоторые гастрономические секреты и пристрастия космонавтов, а также рассказал об эволюции звездной кухни от девяти блюд Юрия Гагарина до сотен рецептов сегодняшнего меню на орбите. Как готовятся сублимированные борщи, рагу и кофе, увидела Анастасия Литвинова. На заводе космического питания день рассольника. Это варится у нас бульон. Никаких консервантов, рецепт классический, но в отличие от домашней, на космической кухне нельзя просто попробовать, что там получилось. Образец нужно проверить в лаборатории. Проверяем паш, если у нас все проходит хорошо, отсюда с котла в тубную машину отправляем. К обеду рассольник попадает в цех расфасовки. Осталось наклеить этикетку, да? Нет, еще не то. Еще не вечер. А что дальше? Еще и пройдут на стерилизацию. Проверяется микробиологическая чистота этого продукта, потому что ни один продукт с микробом каким-то, даже условно-патогенным, не должен попасть наверх. Виктор Добровольский, можно сказать, шеф-повар. Именно он руководит научным институтом, который разрабатывает питание для космонавтов. Здесь готовили еще для Юрия Гагарина. Для Гагарина было разработано 9 продуктов в тубах. Это и первое блюдо, и второе блюдо. Сейчас в меню больше 300 блюд. Есть каши, творог, чай, кофе, салаты, даже черная икра. На орбиту уже мало что посылают в тубах. В основном все консервированное и сублимированное. Пообедать в космосе на самом деле не так и просто. На МКС даже стол имеет свой пульт управления. Поэтому все космонавты, готовясь к полету, обязательно проходят обучение на таком тренажере. Причем даже те, кто на МКС уже был, Сергей Рязанцев для тренировочного обеда выбрал проверенный сублимированный борщ. Осталось просто добавить воды. Вот получился такой у нас борщик. Честно, еще настоится. Понятно, что домашний, приготовленный женой, гораздо вкуснее. Но очень съедобный и сохраняет все полезные свойства. Денис Матвеев пробует новинку, закуску по-гречески. Проще говоря, высушенные оливки. Специалисты института на таких занятиях все записывают. На каждого космонавта есть досье. Кому что нравится, не нравится. На любителя. Закуска по-гречески. Такой пакет можно добавить. Хринку, горчички. А с хринком оно пойдет. Ну, с хринком-то все пойдет. Школьница Елизавета неприведлива. Решила купить и попробовать все. Заодно отметить свой день рождения. Синина с овощами. Это пока единственный торговый автомат, в котором продают космическое питание. Его поставили в Политехническом музее на ВДНХ больше как экспонат. На заводе выпустили небольшую партию еды в тюбиках. Все раскупили за два дня. Несколько недель аппарат не работал. Сейчас запасы снова пополнили. Вот, кстати, тот самый рассольник. Похоже на рассольник? Больше похоже не на суп, а на просто мясное пюре с овощами. Также есть маринованная баранина, мясной рагу, борщ, зеленые щи. Для праздничного стола не хватает только десерта.